Вот и подходит к концу сезон Пок-Кот. Вы спросите, что за Пок-Кот? Или Под-Кот? Что это? Да, ребята, это всеми любимая Сакура. Но, если вы окажетесь в Южной Корее, пожалуйста, не говорите здесь Сакура. Не говорите южнокорейцам Сакура, никогда не произносите и не подписывайте так. Говорите Сакура, если вы находитесь в Японии. Почему? Потому что Япония когда-то, давным-давно, колонизовала Южную Корею. И не только Южную, но и Северную Корею, а еще Китай. Насиловала, убивала, уничтожала традиции, традиционные реликвии. Поэтому, если вы вдруг скажете корейцу на эту цветущую вишню Сакура, скажете, какая у вас красивая Сакура, поверьте, скорее всего, они на вас обидятся. Да, возможно, они вам ничего не скажут, но им будет очень неприятно, им будет очень больно. Потому что у них очень плохая история с Японией. И я думаю, что то же самое будет и с китайцами. Если вдруг вы, приехав в Китай, скажете, у вас какая красивая Сакура, я не думаю, что это им понравится. Поэтому, ребята, если вы любите Южную Корею, цените эту культуру, хотите сюда приехать, а особенно во время цветения этой вишни прекрасной, то, пожалуйста, выучите, как произносится. И не говорите Сакура, запомните Сакура в Японии. Ну а в Корее – Поккот.